Здравствуйте, это программа тема дня в студии Дмитрий Нечаев. Ну вот нынешняя ситуация, нынешнее время диктует нам новые правила, новые в том числе и форматы общения и взаимодействия. Сегодня мы впервые проводим нашу программу в режиме онлайн по удаленке и это правильно, потому что сегодня самая главная мера противодействия коронавирусу это самоизоляция, ничего более эффективного пока не придумано, поэтому мы делаем все строго по правилам. По таким же правилам действуют и наши спикеры. Сегодня мы говорим о том, как в новых условиях, как в новом режиме не потерять возможности взаимодействия с банками, с автосалонами, с какими-то иными организациями, с которыми мы с вами привычные в обычной обыденной жизни привыкли взаимодействовать напрямую лично, приходя в офисы. Оказывается, новые технологии позволяют делать это буквально не выходя из дома. Итак, сегодня мы обсуждаем новые способы взаимодействия с банками. Если вы решили приобрести машину, то с автосалонами. Если вы решили что-то изменить в своей недвижимости, то с представителем агентства, которое занимается недвижимостью. Сегодня мы говорим о новых способах взаимодействия. Давайте я представлю гостей и участников нашего сегодняшнего диалога. Это управляющий Тверским отделением Сбербанка Виктор Николаевич Аршинов. Здравствуйте. Добрый день, Дмитрий. Добрый день, друзья. Отлично, вас слышно отлично. Руководитель отдела продаж Тойота Центр Тверь Станислав Драгин. Здравствуйте. Дмитрий, добрый день. Коллеги, день добрый. И заместитель начальника отдела продаж Общества с ограниченной ответственностью Финанс Инвест Анжела Дмитриевна Зубарева. Здравствуйте, Анжела Дмитриевна. Добрый день. Добрый, добрый. Ну что ж, приступим. Я вас прекрасно слышу. Надеюсь, что и нашим телезрителям тоже очень удобно и слышно вас хорошо. Давайте приступим сразу к обсуждению непосредственно темы нашего сегодняшнего разговора. Вот сегодня многих волнует вопрос, как решить финансовые вопросы, не нарушая при этом режима самоизоляции. Как в решении этой задачи могут помочь современные технологии? Давайте, наверное, начнем с Виктора Николаевича. Какие современные технологии сегодня помогают клиентам удобно пользоваться вашими услугами, вашими серверами? Ну, общеизвестный факт, что Сбербанк России давно уже занимается переводом своих сервисов в онлайн-каналы. И на текущий момент тех результатов, которых мы достигли, те сервисы, которые мы смогли запустить, они действительно помогают нашим клиентам и гражданам, юридическим лицам пользоваться финансовыми услугами банка удаленно. Если истеречь про население, наверное, можно выделить три основных таких потребности, которые решают наши клиенты в офисах Сбербанка. Первая потребность – это платежи, платежи коммунальной услуги, платежи за плотовую связь, переводы своим близким, ну и другие платежи, которые связаны с жизнью, деятельностью семьи. Второй сервис или вторая потребность – это кредиты. Кредиты потребительские, кредиты ипотечные, либо кредитные карты. И третий сервис, который у вас требован – это вклады. Соответственно, каким образом может наш клиент, будь то гражданин или представитель юридического лица, выполнить, не выходя из своего дома или офиса. В данном случае действует сервис «Сбербанк онлайн», наше программное обеспечение. И разделим тогда наш вопрос на три части – платежи, кредиты, вклады. Касаемо платежей, у нас на каждой платежке практически либо есть QR-код, либо есть штрих-код. Соответственно, этот сервис позволяет отсканировать этот платеж и провести его через эту систему, не выходя из своего дома. Если эквитанция не содержит штрих-код или вы используете, допустим, стационарную версию нашей системы «Сбербанк онлайн», то можно зайти в нашу программу, выбрать поставщика услуг из списка и, соответственно, провести этот платеж, также не выходя из своего дома. Это безопасно, это удобно. Ну, здесь можно такой пример привести. Платеж, допустим, ваш родственник живет в другом городе или в этом же городе, но находится на самоизоляции, не может выйти, пополнить телефон. Вы можете оказать ему эту помощь со своего онлайн-компьютера «Сбербанк онлайн», заплатить и пополнить баланс телефона, и вы будете всегда на связи. То есть вы не будете беспокоиться, что происходит у вашего, допустим, дальнего родственника или там пенсионера. Поэтому в этом плане этот сервис еще и безопасно помогает в этих текущих условиях. Касаемо кредитов. На вкладке специальной в системе «Сбербанк онлайн» есть такая вкладка «Оформление и погашение кредита». И чтобы рассчитать или взять соответствующий кредит, нужно нажать эту вкладку и дальше пройти по этой системе и получить окончательное решение. Если есть уже кредит, то можно регулярные платежи также осуществлять, не выходя из дома, через нашу систему «Сбербанк онлайн». И третий сервис – это вклады. Соответственно, вы можете управлять своими вкладами, открывать, закрывать, переводить с одного счета на другой, пополнять, либо списывать платежи за услуги коммунальные, помочь вашему родственнику, находящемуся на удаленном режиме самоизоляции. Вы можете перевезти ему эти деньги в том числе. То есть в этом плане все сервисы доступны. 24 дробь 7 и это удобно. Виктор Николаевич, я сам тоже активный пользователь вот этих сервисов. И я и раньше ими пользовался до режима самоизоляции. Скажите, пожалуйста, в последнее время в связи с вот этими новыми условиями выросли спрос на такие сервисы, на такие услуги вашего банка? Ну, я могу привести следующую цифру. До момента введения режима самоизоляции у нас платежи за жилищно-коммунальные услуги составляли где-то порядка 73% онлайне. На текущий момент цифра уже превышает 83% и, можно сказать, что подавляющее большинство таких сервисов расширяется, не выходя из дома. Ну, это та ситуация, когда, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Я хочу всем сказать, что это действительно очень удобно. Не нужно набирать вручную какие-то там десятки цифрок мелких. Это очень удобно по QR-коду, например, по штрих-коду действительно отсканировать. Это буквально занимает полминуты. Очень удобно, и действительно, я сам тоже это освоил. Теперь у меня вопрос к Анжеле Дмитриевне. Скажите, пожалуйста, а вот какие вы технологии сейчас используете для того, чтобы осуществлять дистанционное взаимодействие с вашими клиентами? В каких видах деятельности, взаимодействия с клиентами вам помогают эти технологии? Ну, однозначно, это Домклик, конечно. Это такая уникальная программа сейчас на рынке. Наверное, ни один банк больше не может предоставить такой возможности. Объясню, почему. Потому что наша компания на рынке уже более 10 лет. Нам есть чем сравнивать с другими банками, достаточно много партнеров. До появления сервиса Домклик не предоставлялось возможно продавать квартиры покупателям из других регионов. Без их личного присутствия у нас в отделе продаж на сделки. У нас покупают такие регионы, как вот сейчас последние сделки. Это Мурманск, это Норильск. То есть происходит все это элементарно. Человек просто связывается с нами по номеру телефона. Мы обмениваемся данными, предоставляем им полную информацию по его объекту недвижимости, который его интересует. Фото, видео. Он, в свою очередь, заходит дома в Домклик, заполняет заявку на получение ипотеки, отправляет в банк. С этого момента мы его фиксируем и полностью провождаем от момента подачи заявки на ипотеку до выхода на сделку. А можно ли считать это безопасным, вот такой способ взаимодействия? Все-таки это серьезные суммы, это приобретение недвижимости. Все абсолютно прозрачно, доступно, удобно. Практика показывает, что технических никаких нареканий нет. Таких сделок проводится, сейчас я могу сказать, что по своей практике 90% даже больше проводится через Домклик. Если кто-то принципиально хочет, есть такие, да, кто у нас привык, по старинке они приходят к нам. Да, 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 вот. Мы не против абсолютно, как бы мы открытые, вот, пожалуйста. Но это удобно на самом деле, и я не вижу необходимости приходить и не пользоваться данным сервисом. Ну, никто не разочаровался, кто попробовал вот это онлайн-услуги? А тут не может быть разочарованных людей, потому что это онлайн одно окно. То есть, когда покупатель заходит туда, ему задается личный кабинет с чатом. И когда он задает вопросы в чат, вижу их я, видит их менеджер банка, видит их покупатель, и мы можем решать 24 часа в сутки эти вопросы. То есть, в режиме онлайн нет необходимости звонить, дозваниваться. Это, то есть, быстро, это быстро. У нас очень сократились с этим сервисом выход на сделку несколько раз. Вы знаете, да, мне кажется, что население, люди, граждане простые уже все больше и больше к этим услугам привыкают, склоняются. У меня есть много знакомых, которые такие, знаете, еще, ну, пожилых людей, которые с таким аналоговым, не цифровым еще мышлением. Но, тем не менее, постепенно и они осваивают, люди даже там за 70, и признают, что это действительно и удобно, и безопасно. А вот как быть, если все-таки вы знаете, что онлайн-услуги действительно удобно, все это уже оценили, но как быть, если, например, кончился срок действия вашей банковской карты? Это, наверное, Виктор Николаевич, вам вопрос. И нужно получить новую. Мы знаем, что это всегда нужно было приходить в банк, конечно, с паспортом и так далее. Как быть в таком случае? Вот что вы посоветуете, какие есть на этот случай у вас предложения? Виктор Николаевич. Да, Дмитрий, действительно, этот вопрос актуален, особенно в условиях ограничений самоизоляции. Здесь я хотел сказать, что главное не беспокоиться, не переживать. Сбербанк автоматически перевыпускает банковские карты по сроку действия. И более того, в текущих условиях можно пользоваться этой картой, даже если вы ее не получили физически. То есть нет необходимости срочным порядком идти в филиал банка и получать там эту карту. Соответственно, нужно зайти в нашу программу Сбербанк онлайн и там активировать ту карту, которая перевыпущена по сроку. И дальше можно пользоваться этой картой в режиме онлайн платежей, оплачивать товары, услуги, заказывать какие-то доставки на дом. То есть с этой точки зрения вы можете пользоваться этой картой, что называется, в онлайне дистанционно. Дальше, когда вам потребуется прийти уже и забрать эту карту, будут сняты режимы ограничения и самоизоляции, придете в офис и получите свою карту. Спасибо. Коллеги, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Время пролетит быстро. Буквально через несколько минут возвращаемся в нашу студию. Итак, сегодня мы обсуждаем онлайн варианты оказания услуг, будь то приобретение жилья, приобретение автомобиля, замена банковской карты и ряд других операций, которые многим кажутся сложными в режиме самоизоляции. Оказывается, ничего сложного нет, а многим такие варианты онлайн оформления документов покажутся даже более удобными и безопасными. Я напомню, что сегодня у нас в студии эксперты, управляющие Тверским отделением Сбербанка Виктор Николаевич Аршинов, руководитель отдела продаж Toyota Center Тверь Станислав Драгин и заместитель начальника отдела продаж ООО «Финанс Инвест» Анжела Дмитриевна Зубарева. И мы продолжаем наш разговор. Мы остановились на том, что в онлайн режиме можно даже оформить, заменить себе новую, сделать карту банковскую, срок действия старый, если у вас иссяк. И теперь мы говорим о том, мы, вернее, говорили с вами о достаточно простых операциях, в общем-то привычных всем, но есть такие сделки серьезные, дорогостоящие, где речь идет о миллионах рублей, например, приобретение недвижимости, жилья. И вот какие здесь можно предложить варианты решения этих вопросов о безопасности сделки? Мы об этом говорили уже с Анжелой Дмитриевной. А теперь я хотел бы у Виктора Николаевича узнать со стороны Сбербанка, как вы можете помочь клиентам оформить приобретение квартиры, сделать расчеты в онлайн режиме с, естественно, соблюдением всех мер безопасности? Да, Дмитрий, действительно, Анжела рассказала историю уже со стороны пользователей, со стороны агентства недвижимости. Я более, может быть, подробно остановлюсь на нашем сервисе от Сбербанка Донклик. Какие сделки можно осуществить в этом сервисе? Это базовая покупка недвижимости, продажа недвижимости и оформление ипотеки. Что касается ипотеки, хотел здесь отметить, что на получение ипотечных кредитов через сервис Донклик в Кирской области за полгода эта доля выросла в два раза. То есть востребованность этой услуги, она реально сейчас на высоком уровне. И что бы еще хотелось сказать. Вы знаете, что сейчас запускаются меры государственной поддержки, в том числе строительной отрасли. Сбербанк России, безусловно, участвует в этой программе и по новой программе господдержки ипотеки и строительства жилья льготная ставка будет составлять 6,4% годовых. Как мы с Анжелой говорили до начала сегодняшней нашей встречи, действительно мы ожидаем роста спроса на эти услуги, роста ипотека по этим ставкам. Потому что новостройки в Тверском регионе можно будет приобрести до 3 миллионов рублей по этой программе. И первоначальный взнос составит от 20% стоимости недвижимости. Строг кредитования до 20 лет. Еще раз, ставка 6,4% это очень хорошее условие и мы надеемся, что нашим сервисом клиенты воспользуются и в том числе сервисами наших партнеров. И в продолжение темы, Виктор Николаевич, еще есть один вопрос. Вы сказали о том, что вот этот сервис Дом Клик, он позволил вдвое увеличить количество клиентов. Видимо, они оценили удобство. Но для того, чтобы воспользоваться этим сервисом, нужно ли вот по старинке, как это было всегда, приходить в банк с документами, с паспортом, чтобы подключиться к этой программе? Каким образом клиент может этой программой воспользоваться? Этой программой можно воспользоваться в онлайне, что называется, с самого начала. То есть при установке программы Дом Клик дальше открывается пользователю его личный кабинет и он может в этом личном кабинете отшлять все операции. Ну, в частности, на сайте программы Дом Клик клиентам доступны все базы объектов недвижимости. Это и новостройки, и вторичный рынок. Можно подобрать соответствующий объект, что называется, в онлайне. Второе. Нет необходимости посещать различные государственные наши учреждения. Это типа МФЦ, Росреестр для осуществления регистрации этих сделок. По нашей программе, с помощью наших сервисов, это все можно сделать онлайн. То есть клиент загружает соответствующий документ в программу и дальше по системе Сбербанка мы контактируем с Росреестром для регистрации данных сделок. И третье. С точки зрения безопасности, есть сервис безопасных расчетов, по которым можно провести платежи безналично в режиме онлайн. И здесь уже наша система платежей Сбербанк онлайн, она общеизвестна, надежна и понятна всем нашим клиентам. Более того, я могу сказать, что на сегодняшний день мы запустили такую услугу, как ипотека на дом. И если есть такая необходимость, то наши сотрудники с соблюдением всех мер безопасности в рамках санэпидем-правил могут выходить на дом к нашим клиентам и выпускать усиленную квалифицированную электронную цифровую подпись, которая еще более защищает и гарантирует безопасность всех сделок с недвижимостью через нашу программу. Вот у меня теперь вопрос к Анжеле Дмитриевне. Это представитель, я напомню, одного из крупнейших застройщиков в нашем регионе. Анжела Дмитриевна, скажите, пожалуйста, вот вы уже говорили о том, что вы тоже пользуетесь программой Дом Клик. А какие по вашему направлению дает преимущество вот эта программа для клиента, когда он ею пользуется? Что она облегчает во взаимодействии с вами? Она облегчает каналы связи. Они уже налажены, я повторюсь. У нас сейчас время такое, смутное, скажем, все очень переживают. И сегодня у них одни вопросы, завтра у них другие вопросы, завтра у них третий вопрос. Как у меня в компании менеджеры работают, так же в Сбербанке, я уверена, сейчас большие нагрузки, нет возможности отвечать сразу же на телефонные звонки. То сервис Дом Клик, он как раз позволяет в режиме онлайн, сидя просто за рабочим столом менеджеру, либо мне там, да, либо сотруднику банка, видеть, когда приходят эти сообщения, оперативно на них отвечать. То есть покупатель, он в любом случае, ему безопасно и спокойно. Он свои вопросы какие-то, которые у него возникают, он закрывает их сразу же там в течение нескольких минут. Плюс, конечно, Сбербанк регистрация, Сбербанк онлайн, это, ну, тут даже речи быть не может. Это на нашем рынке самая новейшая, наверное, такая технология, которой мы пользуемся. У нас абсолютно все сделки по Сбербанку проходят через Сбербанк онлайн регистрация. Опять же, если кто-то по старинке не хочет пойти в МФЦ, постоять в очереди часа два, вот, и получить себе этот штамп о регистрации. Ну, раньше переживали, конечно, больше, сейчас уже все немного привыкли, и когда ты приводишь статистику, говоришь, что каждая сделка проходит через Сбербанк онлайн, но вопросы сразу отпадают, не возникают. Не возникает вопрос потом на стадиях получения каких-то налоговых вычетов, все это принимается, все это фиксируется, благополучно все получают свои 13 процентов. Да, тоже были вопросы, просто поэтому часто задают. Нет, все работает, я думаю, что бояться здесь вообще ничего не стоит, а если есть дополнительные вопросы у кого-то, то нужно обратиться к нам, да, и мы ответим на все эти вопросы, и все объясним, как это происходит. Спасибо, спасибо. Сейчас мы с вами знаем, что меры самоизоляции продлены, и еще в какое-то время бизнес должен будет работать в новом формате, подстраиваться и для удобства, для обеспечения собственной деятельности, и, конечно, для удобства клиентов. Мы с вами поговорили о том, что мы можем сейчас многие операции по приобретению недвижимости выполнить в онлайн формате, но не только недвижимости, мы сегодня можем говорить о том, что даже приобретение, выбор автомобиля можно проводить в онлайн режиме. Вот какие варианты для удобства клиентов предлагает Toyota Center, Тверь? Я напомню, что сегодня у нас принимает участие в программе руководителя отдела продаж Toyota Center, Тверь, Станислав Драгин. Скажите, пожалуйста, вот вопрос вам, как руководителю этого отдела продаж, важный персонал авто, какие вы используете технологии, сервисы для того, чтобы человек мог, не приходя в салон, выбрать и приобрести себе достойный автомобиль? Ну, я буду говорить от лица группы компаний, да, у нас в портфеле четыре бренда, это и Toyota, Lexus, Mazda, Hyundai. Мы разработали систему, ну, рано или поздно это все равно надо было решать, и в нынешнее непростое время оно, само собой, как-то это все и получилось. На самом деле все очень просто. Покупка автомобиля – это то, что надо пощупать, мы это прекрасно понимаем, то есть без тест-драйва здесь не обойтись. Что делает наша группа компаний? Мы в первую очередь проводим тест-драйв выездной, то есть по адресу клиента. Соблюдаем все нормы, безусловно, все рекомендации. Клиент проходит тест-драйв по тому маршруту, определяется уже там с комплектациями, с автомобилями. И после этого мы переходим уже либо к онлайн-бронированию, либо к оплате автомобиля. Если это касаемо кредитных сделок, то здесь делается все дистанционно, подача через сайты, либо через электронную почту с банками партнеров. Получаем одобрение, также дистанционно подписываем кредитные сделки, собственно говоря, оплата, предоплата за автомобиль по безналу. И уже здесь на финальном этапе это доставка автомобиля также по адресу клиента. Здесь подписываются все необходимые документы, автомобиль скружается с эвакуатора и уже дальше, собственно говоря, клиент владеет покупкой. Да, удивительно, такие все более и новые, и новые какие-то формы взаимодействия открываются. Это может прижиться, может быть, даже и после окончания эпидемии распространения. Может эта мера быть продлена? Такой способ взаимодействия? Да, вы понимаете, все автопроизводители еще, так скажем, энное количество времени назад хотели перейти к онлайн-сервисам, да, и сейчас это вот наиболее актуально стало. Повторюсь, это все несложно, даже если это будет продлено. Те, кто хотели купить автомобиль, они без проблем, собственно говоря, купят, получат. А давайте теперь несколько слов о проблемах. Вот давайте представим себе, что, и это я ко всем обращаюсь участникам нашего сегодняшнего разговора, дискуссии, представим себе, что, например, автомобиль или квартиры были приобретены ранее, до вот той ситуации, которая сейчас возникла в обществе с бизнесом, с теми сложностями, потому что многие ушли на вынужденную самоизоляцию, работа приостановлена, продажи приостановлены, ну, естественно, доходы падают. Доходы падают и у производителей, и у продавцов, и у покупателей. И представим себе, что некая семья купила ранее автомобиль или квартиру, и сейчас у них резко упали доходы. Никакой подушки безопасности, например, в этой семье не создано, никаких дополнительных у них нет накоплений. Как в таком случае быть, кто может помочь людям в этой ситуации? Речь идет про, ну, так называемые кредитные каникулы. Вот есть ли какие-то предложения у Сбербанка для поддержки людей, попавших в такую ситуацию? Виктор Николаевич, наверное, вопрос вам. Да, Дмитрий, действительно, и по опыту кризиса 2008 года, 2014 годов Сбербанк всегда участвовал в программе государственной поддержки наших заемщиков, при этом населении, ипотечных делах. И в этом году такая же ситуация. Соответственно, Сбербанк России работает в рамках поддержки заемщиков, попавших в трудную ситуацию, как по государственным программам, так и есть программа Сбербанка, собственная программа. Поэтому я хотел сейчас разделить этот вопрос на две части и подробнее остановиться на государственной программе. Да, если вести речь про государственную программу кредитных каникул по потребительским ипотечным кредитам, то условия определены в законе. Основные из них это следующее. Это фактор снижения официального дохода за последний месяц по сравнению со средним доходом за 2019 год. Он подтверждается документами от работодателя, либо иными документами от дохода. И дальше кредит должен быть получен до 3 апреля. Следующий условие. Максимальный размер кредита по автокредитам это 600 тысяч рублей, по потребительским кредитам 250 тысяч, по кредитным кармам 100 тысяч, и по ипотеке 2 миллиона рублей. Это для Тверского региона. В Московской области, в Москве там побольше. Вот это государственная программа. Касаемо программы собственной Сбербанка, по которой мы также оказываем помощь нашим заемщикам, она проводится на индивидуальных условиях и предусматривает отсрочку по погашению обязательных платежей по кредитам на срок до 6 месяцев. Дурок кредитования также может быть увеличен до 12 месяцев. Пакет документов при этом минимальный, паспорт и один из подтверждающих документов. Ограничений по сумме, по программе Сбербанка, реструктуризации у нас нет. Соответственно, есть телефоны, они будут указаны на сайте, можно будет обратиться в наш, что называется, колл-центр, и по этим телефонам получить уже консультацию по каждому. Виктор Николаевич, вот в продолжение темы, но немножко другой уже здесь хотелось бы сделать уклон. Сейчас мы знаем, что Сбербанк, вот вам спасибо за эту социальную ответственность вашего бизнеса, поддержал много бесплатных серверов, сервисов, которые необходимы в период самоизоляции. Люди охотно ими пользуются, действительно это помогает людям, и один из них очень важный, это в сфере телемедицинских услуг. Сейчас это очень востребовано, мы понимаем, что в такой сложной ситуации. Как им воспользоваться и по каким вопросам можно обращаться для того, чтобы получить помощь от вот этого сервиса, который оказывает услуги с помощью по удаленке? Да, действительно, в текущих условиях Сбербанк России старается участвовать и оказывать помощь и поддержку потребностям наших клиентов по разным направлениям. Вот сервис, который вы упомянули, это телемедицина с помощью нашей дочерней компании Докдок. Это один из. В целом в Сбербанк России существует целая экосистема, которая была создана еще до начала кризиса 2020 года и пандемии. И это как никогда сейчас становится востребовано. Что я имею в виду? Основные сервисы, которые у нас имеются, помимо телемедицины, на которые я остановлюсь чуть позднее, это сервисы, связанные с логистикой. Ну, в частности, это доставка продуктов питания из гипермаркетов или гипермаркетов в региону НАТО. Такой сервис – это Сбермаркет и Деливери Клаб, который существует наше. Деливери Клаб позволяет доставлять не продукты питания, а готовые, что называется, готовые блюда, готовую кухню из ресторанов, которые подключены к этому. Второй сервис – это образование, образовательный контент. Он у нас развивался на базе мультимедийной программы ОПКО. Но в период пандемии мы пошли дальше. Это начально был чисто развивательный контент, фильмы, мультфильмы, различные познавательные программы. Сейчас мы добавили туда различные сервисы от школы дизайна Сбербанка. Это все доступно в медиатеке «Когда? Дома?» или в подборке «Все про все». Здесь наши клиенты могут не просто посмотреть такой интересный результат на кино, но и заняться самообразованием. Есть сервис, связанный с фитнесом, то есть это дополнительно прокачать свое здоровье. Есть сервисы, которые помогут развлечь ваших детей. Соответственно, мультики интересные, в том числе из Госфильмфонда Советского Союза. Возвращаясь к вопросу про телемедицину, действительно, этот сервис был очень быстро подстроен под ситуацию с коронавирусом. И вот буквально до начала передачи мы с коллегой решили протектировать еще раз. Позвонили на телефон колл-центра «Док-док», который указан на сайте, на экране 8-7-5-5-2. Буквально через 15 минут ответил нам соответствующий оператор. Мы хотели узнать, как можно воспользоваться этой программой. На что оператор сказал, что я могу вам прислать ссылку для загрузки этой программы на ваш телефон, на ваш номер телефона. То есть, приходит эта ссылка, можно загрузить программу «Док-док», и уже через эту программу можно будет получить консультацию врача, терапевта, либо психотерапевта, в зависимости от потребностей, и получить соответствующую консультацию. Вот, кстати, об услугах врача-психотерапевта. Действительно, сейчас люди, многие попали в очень тяжелую стрессовую ситуацию. Мы никогда с подобным не сталкивались. И в нашей стране, и в других странах. Люди действительно переживают стресс. Конечно, пытаются друга поддерживать. Кто-то концерты домашние проводит, кто-то с балкона поет. Но все-таки есть те люди, которые действительно пожилые, одни находятся дома, так сказать, наедине со своими проблемами. Стараемся, конечно, и мы тоже информационно их поддерживать, поэтому и программа наша вот эта выходит сегодня. Но иногда требуется все-таки помощь специалистов. Действительно, профессионалов, которые могут людей вывести из вот этого тяжелого психологического тупикового состояния. Вот по таким вопросам можно обращаться на этот сервис? Да, там есть соответствующие услуги профессиональных психологов, с которыми можно пообщаться, задать какие-то вопросы и получить консультации, которые волнуют население в сегодняшних условиях. Еще раз повторим, телефон горячей линии. 8 800 707 85 72. Если вы попали в такую тяжелую ситуацию, то не стесняйтесь, звоните, пожалуйста, по этому номеру, и вам окажут в том числе и психологическую помощь. Насколько я знаю, Сбербанк помог организовать досуг тех, кто остается дома. Кому эти услуги сегодня доступны? Это любой гражданин может или только клиент Сбербанка? Ну, безусловно, этими сервисами может воспользоваться любой гражданин. И, как я уже говорил, наши сервисы экосистемы, они разнообразны. Вот если вести речь про мультимедийный сервис ОКО более подробно, там есть контент, связанный с образованием и искусством. То есть искусство онлайн можно, допустим, посмотреть постановки Мариинского театра, можно пойти на концерты Московской филармонии, погуляться по Третьей Ковке в режиме онлайн и посмотреть ту красоту наших музеев. Есть коллекция передач «Лучшие детям», «Сказки на ночь» для маленьких наших телезрителей, где представлена классика «Союз мультфильма», о чем я уже говорил. И третье, есть такой сервис, как «Фитнес против вируса». Там есть онлайн-тренировки от атлетов, актеров, вы можете не прекращать заниматься спортом. Я тоже, периодически находясь на самоизоляции, стараюсь включаться. У нас в системе Сбербанка есть такой тоже челлендж, когда мы друг друга вызываем и какие-то интересные задания даем, отжаться, подкнуться у кого-то турники на перекладине. Сейчас среди инкассаторов, посвященные Дню Победы, будет аналогичное соревнование в режиме онлайн. Каждый из своих футболов пойдет определенное физическое распространение на время, ну и дальше в командном зачете. Такие сервисы, я думаю, что позволят не только развлечься, но и обучиться, и поддержать свою физическую футболу. А вот вы говорили, Виктор Николаевич, о сервисах доставки. Есть здесь сервисы, мы имеем в виду доставка каких-то банковских продуктов, но есть же доставка просто каких-то продуктов для здоровья, для того же фитнеса, какие-то, допустим, элементарные тренажеры, которые можно дома установить. Вот эти сервисы работают и востребованы ли такие услуги жителями нашего региона? Они уже почувствовали вкус, так сказать? Ну, я скажу, что Сбербанк России начал развивать сервисы доставки, как вы знаете, некоторое время назад. И вот, в частности, в Твери, в Тверском регионе, с 19 февраля вышла наша дочерняя компания под названием Сбермаркет. Это сервис доставки продуктов питания из двух крупнейших наших гипермаркетов, магазинов. Это метро Кэшнкери и Лента. Соответственно, жители города Твери могут, покупая продукты питания, заказывать через этих сервисов, получать эти продукты с доставкой на дом. А вот, Виктор Николаевич, вы сказали, что могут. А востребована ли эта услуга? Есть ли у вас статистика по вот этим заказам? Растет количество, резко увеличилось или оно остается на прежнем уровне? У нас статистика с 19 февраля текущего года. Я скажу, что объем увеличился в два раза. В апреле месяце он увеличился в два раза. И на текущий момент по Твери мы доставили уже порядка 4 тысяч заказов на дом нашим клиентам. И мы оказываем в том числе сервис без контактной доставки. То есть сотрудник Сбермаркета доставляет продукты питания к Твери и дальше уже клиенты получают самостоятельно. Я знаю, что вот этот сервис доступен, по-моему, в 56 городах по России. И в основном это города-миллионники. Твери повезло, да, что мы вошли, будучи не миллионником, вошли в число городов, которые могут себе позволить вот эти сервисы. Согласно плану развития, безусловно, Тверской регион и город Тверь также были в плане подключения. И так как это один из городов ближайших, в том числе, к Москве, я думаю, что и в этом смысле нам повезло и жителям города Твери тоже. Вот вы сказали, что у тверичан достаточно высокий спрос на те продукты, которые доставляются на дом. Вы готовы к возможному дальнейшему росту, в перспективе продолжить вот это хорошее начинание? Мы знаем, что спрос у тверичан, у потребителей растет. Вы готовы этот спрос обеспечить в будущем, развить эту тему? Да, в программе развития заложены определенные этапы. И в том числе сейчас наши службы чар-сервисов подбирают сотрудников доставки, подбирают водителей. И мы готовы к масштабированию и более высоких поставок в зависимости от спроса. Так как спрос растет, я имею в виду, что мы будем увеличивать численность. В этом плане это еще дополнительные рабочие места для жителей Твери. Вот вопрос хотел бы Станиславу задать представителю Toyota Center в Твери. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что готовы предоставлять жителям, вашим потенциальным покупателям, вот эти услуги онлайн, выбора автомобиля, тестирование автомобиля, приобретение автомобиля. А сами граждане, жители нашего региона, они готовы? Они могут, владеют уже вот этими технологиями приобретения, подключения к вот этим онлайн-услугам. Нет ли здесь каких-то вопросов? Я, кстати, всем остальным участникам этот вопрос задаю. Нет, здесь вопросов нет. Наши клиенты владеют. Ну, достаточно, все сейчас же ушли в цифры, мы это прекрасно понимаем. Все доступно, все доступно на сайтах, есть дежурные сотрудники, с которыми можно всегда связаться, которые помогут. То есть, каких-то проволочек нет, сложностей. Сейчас все же выходят сюда. Виктор Николаевич, а вот что касается жителей старшего поколения, я уже сказал, что даже среди моих знакомых есть такие, которые освоили эти технологии. Ну, может, это мои знакомые такие продвинутые. По вашим наблюдениям, как жители старшего возраста подключаются ли к этим сервисам, пользуются ли этими услугами? Растет ли число жителей старшего поколения, которые стали вашими онлайн-клиентами? Конечно, конечно, растет. И вот цифра 83% платежей по ЖКХ, она говорит о том, что подавляющее большинство клиентов, а это в том числе и пенсионеры, и, как известно, пенсионеры у нас наиболее ответственно подходят к выполнению обязательств по оплате коммунальных. И они в том числе подключились к этим онлайн-сервисам и активными пользователями. Вот я приведу примеры. У нас недавно одна из уважаемых наших клиентов, тоже достаточно пенсионного такого возраста, пришла для совершения определенной операции по вкладу, и наш консультант проконсультировал на тему онлайн-сервисов и уточнил, оплачивает ли она по карте продуктов питания. Она говорит, да, я активно пользуюсь пенсионной картой. Давайте посмотрим, может быть, там накопились какие-то, в частности, есть такая программа «Бонусы Сибербанка России». Посмотрели по программе, действительно накопилось определенное количество этих бонусов, и в дополнение там к операции по вкладу, еще на полгода вперед этими бонусами пенсионер смогла оплатить свои услуги по мобильной связи. То есть таким образом, вот, пользуясь картами, пользуясь сервисами, на полгода пенсионер может себе обеспечить, скажем так, оплату услуг сотовой связи в том числе. Здесь, если позволите, Дмитрий, я хотел остановиться на моменте, о чем вы со Станиславом говорили, про развитие онлайн-сервисов по продаже автомобилей. Буквально на днях, по-моему, позавчера, Сбербанк России анонсировал, есть новость в интернете о том, что Сбербанк России запустил сервис маркетплейса Сбербанк Авто. То есть это маркетплейс, который позволит всем дилерам по стране, но и по региону Тверскому в частности, осуществлять продажи своих автомобилей через онлайн-сервисы. И те клиенты, которые, и получение кредита в том числе, и получение страховки оформления в том числе. Более того, сервис Сбербанк Авто позволяет доставить автомобиль дальше до клиента, и клиенту нет необходимости куда-то выезжать или выходить из дома, что называется. То есть мы доставим, что называется, до подъезда. Подробности будут дальше анонсированы и рассказаны уже в отдельной, скажем так, передаче. Но я хочу заверить, что в этом смысле мы в этот маркетплейс будем подключать только самых надежных дилеров, проверенных, и юридическое сопровождение будет обеспечивать нашу контроль сделки, юридическую чистоту и безопасность расчета. Ну что ж, уважаемые собеседники, мы вот с вами сегодня обсудили несколько сторон вот этого онлайн-заимодействия с клиентами новых реалий в нашей жизни. Мы поговорили о коммерческой стороне, о юридической стороне, даже о психологической стороне. Хотелось бы немножко больше сказать все-таки о социальной стороне. Сейчас это очень важно, сейчас это остро стоит на повестке дня. Мы знаем о том, что вот эта ситуация сложная, с самоизоляцией, которая благодаря нашим слаженным мерам и дисциплине нашей, я надеюсь, очень скоро закончится, тем не менее она нас как бы физически разъединила, но духовно, мне кажется, наше общество соединило. Мы стали сплоченнее, мы мобилизовались. У нас очень много появилось волонтеров, которые сейчас помогают и медикам, и пожилым людям. И мы знаем, что и бизнес тоже не остается в стороне, за что ему отдельное спасибо. Это я уже второй раз в сегодняшнюю программу говорю. Мы знаем, что автодилеры, например, не стоят в стороне этого движения. И хотелось бы, чтобы вы рассказали, как вы помогаете волонтерам в их движении, в их действиях, когда они, например, развозят продукты. Я вот хотел бы этот вопрос, наверное, Станиславу Драгину адресовать, руководителю отдела продаж, представителю компании «Важная персона авто», одного из крупнейших продавцов автомобилей в нашем регионе. Станислав, как вам удается участвовать в волонтерском движении? Ну, действительно, так. Со стороны бизнеса ведется очень огромная волонтерская работа совместно с фитнес-индустрией, другими предприятиями города. Мы выделяем автомобили с водителями. И ежедневно разводим продукты питания по 40 адресам. Это приблизительно 40 адресов в день. То есть это кому? Это малогущие семьи, это многодетные семьи, это как раз наши бабушки, дедушки, то есть люди в возрасте 65, которые действительно самоизолированы. Плюс сами дистрибьюторы, там Hyundai Motor, СНГ вообще по стране дала порядка 100 автомобилей медикам, опять же, также для волонтерства. Вот это мы вместе. Toyota тоже выделила автомобили. Проводит очень большая такая работа достаточно. Итак, в сегодняшней программе мы с вами поговорили о преимуществах онлайн-способов взаимодействия с вашими клиентами, покупателями. Расскажите, пожалуйста, вот кратко, все-таки для тех, кто еще не решился, кто еще не принял решение перейти в онлайн-формат общения, о том, какие преимущества он дает во взаимодействии с клиентом. Анжела Дмитриевна, давайте, наверное, начнем с вам. Как женщине, вам первое дадим слово. Я думаю, что в сложившейся ситуации, если вы хотите сохранить время, силы, здоровье, то однозначно нужно поиспользоваться онлайн-сервисами, не бояться. Что касается нашей сферы, то мы ведем полное сопровождение вас в данном онлайн-сервисе, отвечаем на все ваши вопросы. Это предельно все прозрачно, доступно и просто в наше время. Спасибо. Спасибо. Станислав, что бы вы могли сказать вашим потенциальным клиентам, которые сейчас задумываются над тем, чтобы приобрести автомобиль, ну, может быть, из-за вот этих мер самоизоляции кто-то откладывает это приобретение или выбор даже автомобиля, а это, в общем-то, делать не стоит, потому что уже все придумано, уже есть удобные способы для того, чтобы человек мог и выбрать, и приобрести автомобиль. Что бы вы порекомендовали этим людям, и что вы им можете предложить? Станислав? Ну, я хотел бы сказать всем, что онлайн-сервисы – это уже действительно реальность, их бояться не стоит, не нужно. Вы при этом здесь сохраняете время, здоровье, как уже Анжела, собственно говоря, сказала. Мы за вас сделаем практически всю работу, вам останется только, ну, потратить время на перевод, через средства, подписание документов, но и дальше уже там безопасно водить свой автомобиль. То есть людям нужно просто сейчас решиться, смело выходить на вашу компанию и дальше просто наслаждаться удобством тех услуг, которые вы предоставляете. Безусловно. Ну, и завершающее слово, наверное, сегодня главному спикеру нашего сегодняшнего эфира – это управляющему Тверским отделением Сбербанка Виктору Николаевичу Аршинову. Мы сегодня много говорили о тех онлайн-продуктах, которые предлагает Сбербанк. Вот что бы вы еще раз сказали клиентам, которые, может быть, ну, людям старше, в первую очередь, поколения, которые пока еще не открыли для себя вот эти возможности? Ну, мне хотелось бы сказать, что технологии развиваются, развиваются очень стремительно. И если немного так пройтись в экскурс назад, в прошлое, лет 15-20 назад, когда все квитанции платежей заполнялись ручкой от руки, там где-то на столиках, да, стояли в очереди и не было вообще понятия онлайн-платежей, то на сегодня, как уже обозначал, 83% платежей за коммунальные услуги население проводит в онлайне. Более того, у нас уже сейчас сделки с недвижимостью проводят в онлайне, сделки с автомобилями проводят в онлайне, то есть регистрация сделок в государственных органах проводится в онлайне, цифровые подписи появились. То есть в этом плане развитие технологий шагнуло очень далеко. И надежность этих технологий, она уже проверена временем. Поэтому я рекомендую изучать эти технологии, пользоваться, развиваться. Если есть какие-то вопросы, возникают, обращаться по телефонам соответствующих горячих линий, по каждому из сервисов, у нас есть такие телефоны, по ним можно получить исчерпывающую консультацию. Но если позволите, коллеги, в преддверии очень знаменательных дней майских, да, Дня Великой Победы 9 мая, мне хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться к ветеранам, сказать слова благодарности, низкий поклон и выразить уверенность, что мы, потомки народа-победителя, справимся со всеми историями, со всеми сложностями, в том числе и вызовами текущего года. Тем более, когда мы вместе, у нас есть волонтеры, у нас есть помощники, у нас есть надежные партнеры. Крепкого всем здоровья, берегите себя и своих близких. Асбербанк всегда рядом. Спасибо. Я благодарю всех участников сегодняшнего разговора. Я уверен, что он оказался полезным для нашей аудитории. Уверен, что вы будете пользоваться продуктами, которые вам предлагают автодилеры, застройщики, представители банка. И хочу сказать, что режим самоизоляции, он обязательно пройдет. Я хочу поблагодарить всех тех, кто его неукоснительно соблюдает и тем самым ускоряет тот момент, когда все эти беды останутся в прошлом. Надеюсь, что многие для себя открыли новые возможности, поняли, что режим самоизоляции – это не повод складывать руки и откладывать какие-то покупки, какие-то сделки с недвижимостью, приобретение автомобиля на когда-то, на потом. Может быть, сейчас как раз самое время обстоятельно, взвешенно подойти к этим покупкам, совершить эти банковские операции, выбрать и приобрести себе автомобиль или жилье. Поэтому обязательно пользуйтесь этими сервисами, о которых мы сегодня подробно с нашими экспертами вам рассказали. И помните, что это оперативно, удобно и безопасно. Всего вам доброго, не болейте и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова